МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости города и Прибайкалья на канале Ангара.Медиа. С вами Надежда Фролова. Данная демография за январь-сентябрь уходящего года опубликовал Иркутск стад. При Прибайкале родилось без малого 18 тысяч младенцев. Это несколько меньше, чем за аналогичный период 2022-го. При этом почти на 2,5 тысячи снизилось и количество умерших. Поженились свыше 13 тысяч пар, развелись 9800. То есть число бракосочетаний уменьшилось на 5,9%, а количество разводов увеличилось на 1,1%. Заметно сократился отток населения в другие субъекты. Более чем в два раза. Но отрицательная сальдо миграции сохраняется из-за отъезда в другие регионы страны. В основном в южные и центральные федеральные округа. До конца текущего месяца проводят профилактическую акцию «Безопасная квартира». Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии. Людям рассказывают о простых правилах, которые помогут защитить имущество от посягательства умышленников. Сохранность имущества зачастую зависит от того, насколько ответственно к этому вопросу относятся сами люди. Ведь никому не придет в голову, уходя на работу, оставлять двери открытыми. И особенно это актуально, когда сограждане готовятся к новогодним праздникам. И больше думают о покупке подарков и планировании отпусков. В ходе акции сотрудники Росгвардии напоминают о мерах предосторожности. Уезжая в отпуск или командировки, обязательно нужно проверить закрытость балконов, закрытость дверей, окон. Предупредить всех родственников и близких о том, что вы уезжаете, чтобы в тот момент, когда вас нет, они могли приехать и посмотреть, что у вас все в безопасности, все нормально. Альберт Домни, новости 360, Ангарск. Более 200 миллионов рублей перевели и мошенникам ангарчане с начала года. В полиции напоминают, сотрудники банков и правоохранительных ведомств никогда не требуют выполнения каких-либо финансовых операций в целях сохранения денег. А если позвонил неизвестный, представился родственником или знакомым, а после попросил финансовой помощи, необходимо немедленно прекратить диалог и обратиться в полицию. А самый лучший способ удостовериться о состоянии близких – перезвонить им. Не переключайтесь, далее немного полезной рекламы. День матери отметят в России в ближайшее воскресенье. Поздравление будет принимать и прапорщик Ангарского полка оперативного назначения Татьяна Фомина. О службе в Росгвардии и воспитании троих детей наш следующий сюжет. Служба в белом халате. Татьяна Фомина в Ангарском полку оперативного назначения Росгвардии с 2006 года. За 10 лет до этого окончила медицинское училище по специальности лечебное дело. Карьеру начала в детской городской больнице. Сейчас начальник здравпункта. Моя работа мне очень нравится. Здесь, конечно, все иногда бывает очень сложно. Должна быть и дисциплина, и за солдатами нужно смотреть. Работа, работая в воспитании детей, а их у Татьяны Троя отнимает немало времени. И невзирая на жесткий график, успешно совмещает службу с воспитанием сыновей и дочки. Старший Егор окончил Санкт-Петербургский университет и работает в научно-исследовательском институте. 14-летняя Саша учится в восьмом классе и много занимается волейболом. Младший сын Артем только пошел в школу, но уже показывает хорошие результаты. Моя работа тоже дает отпечаток, делает на мою семью. То есть они уже знают, что если я говорю, что вопросы есть, они мне должны сразу всегда ответить. Если вопросов нет, значит никак нет. Если есть вопросы, они, конечно, их задают. Татьяна успевает и на службе, и дома. И открывает небольшой секрет. С детьми надо больше разговаривать, быть просто внимательной. Тогда все получится. Альберт Домнин, Новости 360, Ангарск. Для дошкольников из отряда юных помощников инспекторов движения ЮИДовцы Центра по профилактике ДТП «Зебра» пресс-центр ЮИД и сотрудники ГИБДД провели профилактическую экскурсию «Изучаем ПДД» на улицах Ангарска. Акцию проводили в рамках областного проекта «Безопасность детей и молодежи» регионального отделения «Движение первых». На пути у малышей было несколько нерегулируемых и регулируемых пешеходных переходов, где полицейские и юные инспекторы движения напомнили основные правила безопасности, сделав акцент на концентрации внимания на проезжей части. Дети изучили возможные безопасные маршруты и выявили опасные места. На улицах 14 декабря фестиваль на Енисейской Энгельса. Завершилась акция вручением светоотражающих элементов. Каждый юпидовец получил его для того, чтобы быть заметнее в темное время суток. Как отмечают эксперты, такие мероприятия играют важную роль в формировании правильного поведения на дороге и соблюдении правил дорожного движения и помогают развивать ответственность даже у самых маленьких пешеходов. Альберт Идомнин, Новости 360, Ангарск. Какие продукты желательно включать в зимний рацион, рассказали диетологи. Иммунная защита во многом зависит от характера питания, а потому еда должна содержать достаточное количество веществ для нормальной работы всего организма. Что нужно делать, чтобы всегда оставаться бодрым и избежать зимней хандры? Далее. В холодное время года некоторые жители могут испытывать апатию, усталость и плохое настроение. Врачи называют такое состояние сезонное аффективное расстройство. Появляется оно из-за ряда факторов, такие как недостаток витамина D, поддение уровня серотонина и изменение уровня мелатонина. Самыми сложными месяцами специалисты считают январь и февраль. Диетологи утверждают, что справиться с зимней хандрой можно и без медикаментов. Нужно лишь давать организму гормоны счастья с помощью правильного питания. Особенно зимой нам важно потреблять жиры, потому что организму элементарно надо согреваться, но жиры не любые. То есть жареную картошечку я не рекомендую. Это полиненасыщенные жирные кислоты, которым нам тоже из пищи обычно не хватает. Омега-3 желательно в виде добавочек дополнительно все-таки употреблять. Потому что она хорошо питает наш мозг и за счет жиров происходит опять же насыщение и питательными веществами, и кислородом. Диетологи советуют не отказываться от сала. В нем содержится большое количество жирных кислот омега-3. Но употреблять рекомендуют только с зеленью и без хлеба. Можно взять сало, горчичку, завернуть его в лист салата, туда пучок петрушки или укропа и вот такой вот сделать перекус. Это даст много энергии, очень быстрое насыщение и надолго хватит этой энергии. Зарядиться энергией можно и с помощью большого количества злагов. Они богаты клетчаткой, витамином В12, который играет не последнюю роль в психологическом здоровье человека. Если хочется сладкого, то лучше употреблять темный шоколад. В нем содержится много магния, что помогает избежать зимней депрессии. Не стоит забывать про воду. В среднем человек должен выпивать в сутки до 4 литров воды. Очень часто люди выпивают максимум стакан-два. И остальное – это все напитки какие-то, которые еще больше обезвоживают организм. Но всю энергию в основном мы начинаем получать именно из обменных процессов. А все обменные процессы происходят за счет воды. И когда организм недополучает свою норму воды, он все процессы замедляет. То есть это как будто бы в автомобиле почти закончился бензин, мигает красная лампочка, автомобиль едет, но он едет так вот, прям очень туговато. Ни для кого не секрет, что для продуктивной работы днем утром нужно получить заряд энергии. Поэтому не стоит игнорировать завтрак в своем рационе. Можно также свежие овощи, можно хлебец с авокадо, с кусочком сыра, можно с кусочком рыбы красной. Тоже очень, тоже хорошо. И таким образом у нас в тарелке будет яйца жиры, белки, салат свежий нам даст витамины, клетчатку. И хлебец с авокадо, например, либо с сыром. Можно, кстати, сливочное масло 82,5% на хлебец. Это углеводы, пусть их немного, но это все-таки углеводы. И достаточно большую порцию жиров мы получим утром. Ключевые составляющие крепкого психологического и физического здоровья – это отказ от вредных привычек, физическая активность и сбалансированное питание. Ксения Высоцкая, Новости 360, Ангарск. Золотую медаль завоевала ангарчанка Варвара Холопкина на всероссийском турнире «Надежд» по боксу. Он проходил в Забайкальском крае. Напомним, это не первая победа девушки на крупных состязаниях. В частности, чуть больше месяца назад она вошла в тройку лидеров на всероссийских соревнованиях в Серпухове. Занимается Варвара у тренера Валерия Иванова. Для нас, конечно же, это праздник. Очень примечательно, что Варвара тренируется вновь открывшемся в зале, является уроженкой ЦМ-поселка, будет являться большим примером для ребятишек в данной области. И будет нести свой пример, будем надеяться, что дальше будет радоваться, радовать нас хорошим боксом, хорошими результатами. Ну а мы со стороны Федерации приложим все усилия, чтобы помочь ей в этом. Если у вас остались темы для сюжетов, то звоните по телефону 54-88-07. А также все наши репортажи вы можете увидеть в группе ВКонтакте. Еще больше новостей в нашем телеграм-канале. Ангарск, нижнее подчеркивание, 360. Это было все на сегодня. Я говорю вам до свидания, но не переключайтесь. Впереди прогноз погоды не только для ангарчан, но и для жителей других городов Прибайкалья. Здравствуйте! Это погода на канале Ангара Медиа. Я Екатерина Цветкова. В Байкальске 25 ноября пасмурно. В обед температура воздуха составит 3 градуса ниже нуля. В темное время до минус 5. Возможен снег. Ветер юго-западный 1,3 м в секунду. Атмосферное давление 705 мм ртутного столба. В Листвянке почти такая же погода. Днем 0,2 мм. К вечеру на термометре можно наблюдать минус 6 градусов. Ветер восточный 2,4 м в секунду. Спонсор прогноза погоды – Школа Сарабан. Готовим детей к школе. Научим читать и красиво писать. Таблица умножения и многое другое. Знаем, как запустить мозг ребенка, чтобы ребенок хорошо запоминал, быстро мыслил, умел сконцентрироваться на главном и стремился к новым знаниям. Школа Сарабан работает по адресам. 88-й квартал, дом 26. И 14-й микрорайон, дом 1, здание ДСАФ, офис 115. Телефон 8-950-072-45-42. Ваш ребенок добьется успеха. Школа Сарабан объявляет набор на курсы, подготовка к школе и ментальная арифметика. Научим читать, считать, писать, запоминать, быстро думать и побеждать. Обучаем детей от 5 до 12 лет. Первый урок бесплатно. Школа детского развития Сарабан. А теперь о погоде в Ангарске. В субботу пасмурно, возможно осадки. Днем 7 градусов ниже нуля, ночью минус 9. Ветер северо-западный 1,3 метра в секунду. Атмосферное давление 725 миллиметров ртутного столба. И на этом у меня все. Смотрите метеопрогноз на канале Ангара Медиа. А я желаю вам отличного настроения в любую погоду. Осторожно обман! Будьте внимательны при использовании электронных торговых площадок. Вам поступил звонок от покупателя. Сговорчивый клиент готов прямо сейчас приобрести товар, не торгуясь. Для перевода денег просит продиктовать ему номер карты, срок ее истечения и три цифры, находящиеся на ее обороте. Однако, получив эти данные, преступник полностью завладевает счетом своей жертвы. Не сообщайте данные банковской карты незнакомым людям. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok